вот на самом начале экспозиции так сказать да тут даже какие-то вулканические породы с полостой камчатки вулканы ключевая сопка и табачек кто-то привез почему не здесь неизвестно так это маршрутом великой северной экспедиции видимо проходили потом позже пушка двухфунтовая чугунная привезена для экспонирования в осинском крыльевском музее 29 мая 2016 года откуда привезена неизвестно и сеть каменск уральский видимо байкал песочек с байкала кстати о бия биск и скамы песочек оса очень похожи на байкальский ну ладно так маршруты отрядов даже что то есть из санкт-петербурга они прошли через осу сначала ну почему-то не упомянуты города какие-то потом в тобольск таро томск красноярск почему-то тут указаны другие еще пути иркутск якутск охотск большерецк петропавловск ниже камчатск раньше был видимо остров беринга вот и остров медный и вот тут они все аляску исследовали из таким образом они видимо аляску присоединили к российской империи очень похоже кстати где вот часть стоит этой крепости сейчас вот этот рисовал художник отсюда видимо тоже использовал ракурс макет речного судна бака так на таком ли плавали не не известно кстати интересная роль был смотрите какой длинный доски соединены были поперечными гвоздями так сказать чтобы лучше рулилась на мелководье хорошо так слишком длинный руль делать нельзя камни так известие о судах имеющих при селе осы на которых следовали рекой у к мою до того села команда отправленная в камчатскую спицу какое те суда в длину ширину и в глубину мирую а именном первое судно второе третье четвертое пятое шестое длина 96 футов видимо 94 75 64 60 фут 30 сантиметров это список книги указ я я императорного елизавета ахомодержавицы всерусийской седми вольтенной полиген тантарт яминой канцелярии по именном ея императорного величества указ о преобща о оной коллегии экспедиции господин капитан командор беринг при нем непонятно дною ратмираускийских слуг перетираю обе ундер ацироп и рядовых три ста три холоп холопа что ли доприналт сащих короче надо переводить ну это копия конечно две тысячи двадцать девять восемьдесят восемь год что ли и страница так карта часть сибири от коли камской до тобольска от соли камской соли камской интересно примерно так выглядели пейзажи портрет беринга и вот тот который в дании находится похоже светисковой написано что такое светится я не знаю видимо наматывали сюда тряпио со смолой что ли не знаю еще какие-то выдержки из книги так перевал большого сибирского тракта где это снято неизвестно прямо фотокопия с какой-то книги так объявляю я ниже подпишавшийся витусе и он на сон и он осен беринг капитан командор службе что я из-за себя за моих наследников даю и уступаю для нож бедных и неимущих хересенсия доставшуюся мне после моих покойных родителей часть наследства которое наследство сейчас сохраняется у благородных им мудрых господина бургомистра и совета и которым я прошу распоряжаться чтобы упоминаемая сумма как она велика мне неизвестно благородными и мудрых господин бургомистра и советом была использована для или для найма или для покупки участка земли и что от этого ежегодно будет поступать использоваться для нож бедных и неимущих таким образом как они будут готовы защищать готовы защищать перед богом сия написано моей собственной рукой и подписано приложена печать петербург 1733 года это были отряды другие до двинского обский отряд по разным направлениям из архангельска обошли до березово дошли а это сейчас что за город березово так и потом этот ряд больше не участвовал потом синенький монолитные 2 на обский отряд еще один дошел не до конца пустозерск заходил видимо потом они не смогли продолжить маршрут вернулись пустозерск так белая это академический отряд 33 46 года ничего себе как долго шли все тут биск барнаул семипалатинск омск все исходили белый белый яр туруханск иркутск тяхта улан-батор улан-удэ чита все это исходили так оранжевый обская енисейский отряд ну давайте сначала первая камчатская экспедиция была вот так вот больше рецк как они тут по льду перешли видимо и потом тут же также по льду и сходили туда а во вторую камчатскую экспедицию дошли до до аляски так в тридцать третьем году она письмо там дарственно написал а это в начале экспедиции до перед 2 камчатской экспедиции после после 1 приехал видимо домой ему сказали что он что-то там нет какое-то имущество так обская не сельский отряд он его отправили так вот непонятно откуда наверное отсюда до белые академические отряды суда хотим сок шестом году а обской не сельский был с 34-37 то есть в начале они до сюда дошли и отправили отсюда вот такой отряд до соли хардам так обская не сельский отряд еще один 38 год позже до 40 власти неньким вот этот вот опять от руханская опять до мыса стерлигово ленской не сельский отряд коричневая от якутска до мыса пара чищева парон чищева и дальше ленской не сельский отряд опять от иркутского вдоль побережья у озера таймы и до труханская видимо тот железная дорога была ли что не знаю хотя нет какая железная дорога в сибири ленско-колымский отряд еще был он вот сам наверно сложный маршрут по горам так это у нас якутск тут тоже какие-то горы указаны видимо тут прошли не по болотам этим по возвышенности вдоль лены наверно зимой все таки тоже с 34 по 37 год а нет вот ленско-колымский 36 42 вот так вот тут еще что-то указано о макет вот так выглядела такой маленький очень-очень маленький слободан строк или как сказать макет вид прикурка осы с восточной стороны художник кирьянов ну может быть тут есть такие путеводители нас кача с великой северной экспедиции это старая видимо графика интересно тут это он что у нас якорь с какой-то барыши снят о пушка интересно нарезка есть или просто шов из него практически не стреляли зиме стреляли завода 1733 года каменско макет ну кое-что видимо оригинальная начищенная до увесистая штука поплывочки из расцепичные вот там вот подковы сапожные вот это вот на сапогах нашли видимо где-то здесь а это грузило и рыболовный сетевые из глины видимо скорее всего дрожок и соска для кормления младенцев это дрожок и ровный ножницы коча дык для плетения лаптей нож универсальный он еще из розец вот печь такая была видимо восстановили и потом или макет такой вот сосуд для соли что ли салон когда береста потому что жидкость таком не будет держаться интересно так выглядела землемерная цепь применялась геодезистом второй камчатской экспедиции для измерения расстояния верстах не понял как они пользовались интересно подушный оклад а как это называется оклад так и называлась до 70 копеек ну то есть пошлина налог который жил в крепости или вольно вообще вообще россии ничего себе надо землю-то ведь еще только же монастырям давали дворянскому роду да это позже помещики появились 1700 год тоже крест крепостные же были да так а тут еще у нас 1760 год рубль 10 потом шестьдесят восьмой год рубль 70 стал 1783 году 2 рубля 70 копеек ого видимо инфляция какая-то то есть не было таких пятаков представляете сколько то есть если они 1779 года выпуска то есть она бы рубль 70 за год отдать ого то есть 20 40 пятаков шестьдесят восьмом 1768 гравюра 1802 года карта харьков прямо под москвой почему-то указан ореол но принципе да только направление не не так немножко если только вот так повернуть тогда совпадает здесь архангельск наказание рабочих на уральских заводах а фортный станок это что такое фортный правда придавливалась до знаю все это не знаю монеты медные 1 рубль петра 3 очень редкая но это не оригинал и насколько знаю но это муляж до что такое но очень редко и вот я вот еще есть вот оттиск так печать пугачёва что такое она эта печать видимся на сургучин петр 3 божьей милости император корона но видимо он себя объявил петром третьем да как раз самозвание один из самозванцев вот тоже большая государственная печать петра 3 печать пугачёва но она же вот она же тут значит оттиск печати государственной военной коллегии органа власти органов власти восставших 1774 год схема волнения крестьян и мастеровых урала 50 60 годы 18 века на вятки в казани свияжск симбирск сарапова не задет а черное то что такое нет это вот вокруг кунгура до сарапова не дошло до осы видимо тоже саханском по там где пугачёв прошел видимо это у нас что какой-то указ екатерины отправки карательной армии 1773 год а пока беринг значит письмо слова то юлаева о переходе населения завода подданства пугачёву увещание сено до 74 год косвению районов охваченных крестьянской войной 74 так видимо тюрьма выглядела да на колесах клетка но то то не сохранилась ну по гравюрам по размеру то есть такой вот небольшой размер специально чтобы ну да и не повернуться вправо влево так вот и будешь там в в одном положении почти об аресте пугачёва 74 год виселица на плоту с повышенными за ребро на реке волга 18 век вырывание ноздри аж и вот пугачёва везут москву и вот он что-то умудрился даже курить полна с вами пушкина история пугачёвского бунта интересно так вид из пещеры салавата село мало яс бар как астана фото четырнадцатого года наконечники стрел 1774 год россия в огне крестьянской войны уже шесть месяцев народная масса в рекаме ведут борьбу на стороне восставших в это время центром восстания становится осинская волость среди руководителей местных повстанцев известный имена степана яковлевича кузнецова михаила треногина хоть и оттенева ивана тарасова батыркаря ипкинова ангей авгура андрея москова гаврилы ситникова восставшие не смогли удержать осу до прихода главной армии пугачёва отряды сформированные управителем ангельского завода воспользовавшись уходом повстанческих отрядов южного направления в апреле без боя вошли в осу и заняли крепость 18 июня главная армия пугачёва подошла к оси и соединилась здесь с местными повстанцами одновременно на помощь защитникам крепости подошли из-под казани отряды во главе с майором скрипицыным начался ожесточенный штурм крепости который продолжался три дня 21 июня гарнизон сдался на полотне диарова народного художника РСФСР Евгения Ивановича Данилевского изображен момент сдачи крепости повстанцев в центре впереди повстанцев пугачёв верхом на вороном коне малиновом полуковтане с голубой лентой через плечо за ним его соратники на белом коне салабад юлай молодой предводитель пашкетских отрядов раненых воев под осой за ним главный атаман и походный полковник Иван Гелобородов войсковой атаман Андрей Овчинников генерал-аншеф Афанасий Перфилев позади у России казаки со знаменем посадские люди крестьяне мастеровые башкирские коники войска пугачёва открыты ворота Непольской башни часть крепостной стены разрушена виден дым пожар еще вчера здесь шел бой у стен возле сена предназначенная для зажжения крепости местный гарнизон во главе с майором скрипицыным склонил знамена перед пугачёвым справа от стоящего майора рекламил колено капитан смирнов за ним подпоручик минеев офицеры военной команды после принесения присяги императору петру третьему гарнизон крепости перейдет в лагерь повстанцев из него будет сформирован казанский пол взятием осинской крепости пугачёвцы установили контроль над всем германским краем от знамена крестьянского царя стало более пяти тысяч крестьян мастеровых и работных людей реками путь на казан побольше был открыт кама была далеко то есть осинка то сейчас там же затоплено да да затоплено кама получается вот здесь далеко да она с крепости это было видно кому да как то это на возвышенности же это все получается вот у нас сейчас даже какой-то насыпной вал да был вокруг ров с водой ров даже был мы сейчас с вами находимся на месте вот этот деревянный кладбище канава которая в городе существует это и есть ров до бывший ну вот тут вот у нас есть вот это вот это да а он как раз на этих сквер сквер вот это и есть да это она а я вам говорил о чем что низинка такая какая-то странная еще у нас тут на берегу за музеем круглая такая площадка она находится на месте вот этой сторожевой башни угловой да а то есть мы где сейчас мы сейчас на месте вот вот вместо этой церкви здание успенского собора церковь пугачев когда уходил из крепости он все сжег больше она никогда не восстанавливалась а через некоторое время на месте вот этой успенской церкви был заложен успенский сапор вот это как раз здание успенского собора японду учетки колонны башни хватает я думаю что такое и тут то есть были дороги сквозь мимо которых крестьяне дожили если что они прятались да в этом в этой крепости башкирии да тут ходили все таки да да башкиры несколько раз жгли тоже план города осы уже 18 века 9 это значит у нас что церковь ведь крепость рядом осинка да вы говорите она была деревянная вот тут была деревянная на территории крепости уходя пугачев сжег и через 16 лет после этих событий а именно в 1790 году был заложен фундамент будущего успенского собора мы с вами находимся в бывшем здании успенского собора а вот это вот у меня есть 15 минут о наличники спорта спорта Продолжение следует...